Генеральный партнер программы новостей – производственное предприятие «Меркурий-2». В эфире новости «АНАПА. Регион» в студии Татьяна Григорьева. Здравствуйте! Смотрите сегодня в нашем выпуске. Растение, которое сильно источает почву. Цветет, но не пахнет, а только вредит. В «АНАПе» объявили войну амброзии. На борьбу с карантинным сорняком брошены все силы. Мебель, какая-то утварь, принадлежности, которые позволят им и собраться в школу, и организовать более комфортно свой досуг. Помощь с доставкой на дом. Как в «АНАПские семьи», нуждающиеся в поддержке, приходит помощь от администрации и незнакомых людей. Если куда вашим клиентам ставить данные транспортные средства. Припаркуй ее, если сможешь. Кто должен строить стоянки для клиентов гостиниц и магазинов, и за чей счет будут восстанавливаться муниципальные газоны. В «АНАПе» депутаты согласовали кандидата на должность первого заместителя главы. Важные кадровые вопросы рассмотрели сегодня на внеочередной 50-й по счету сессии Совета муниципального образования. На согласование депутатскому корпусу вынесли кандидатуру Сергея Петрова на должность первого заместителя главы курорта. Он имеет два высших образования, свыше 28 лет руководящего опыта и более двух лет стажа муниципальной службы. Сергей Иванович – анапчанин, и немалая часть его трудовой биографии связана с нашим городом. Мы его знаем все. Он очень опытный руководитель. Работал уже на многих должностях, вы это видели. Кто за то, чтобы предложенный проект решения принять в целом, прошу голосовать. Принято единогласно. Еще одно согласование состоялось на должность главы Субсехского сельского округа. Руководить территорией будет Сергей Пятаков. В течение четырех лет он работал заместителем главы округа и положительно зарекомендовал себя. Как рассказал депутат Андрей Дубошин, Совет ветеранов и Совет общественности поддерживают решение Юрия Полякова. То, что решение уже принято, это только положительная сторона. И очень хорошо, что это единое решение как депутатов округа, так и Советов общественности и ветеранов. Поэтому я прошу Совет рассмотреть положительную данную кандидатуру, согласовать ее. По второму вопросу также вынесено положительное решение. Городское управление по делам семьи и детей распределило партию спонсорской помощи между нуждающимися семьями. Это товары первой необходимости, предметы гигиены, постельное белье. Такая возможность появляется благодаря неравнодушным предпринимателям. Село Джигдинка. Квартал с многоквартирными домами. Сюда привезли комплекты постельного белья и другие необходимые в быту предметы. Мы заранее просто обследуем условия проживания, узнаем нуждаемость семьи. Конкретно каждой семье, чем нуждаются. Посылку здесь ждут, благодарят. В семье пятеро детей. Жена на работе. Удалось устроиться поваром на круглый год. Муж подрабатывает на стройках. Верит, что дела пойдут на лад. На это надеются и в муниципальном управлении по делам семьи детей. Пока же будут периодически узнавать, как идут дела. Следующая точка в самом центре Анапы. Так вышло, что мужчина остался с двумя детьми без жены. Помогают бабушка с дедушкой. Самое сложное вот с работой. Бывают такие дни, когда и ребенка некому оставить. И на работу надо. Когда вот уже приходится с начальником договариваться, чтобы на работе как-то выходной давали. И со смесями помощь тоже очень такая нужная. Потому что сейчас самая дешевая смесь, там порядка 500 рублей. Их, чтобы заработать, тоже надо пахать. В багажнике небольшого автомобиля то, что для большинства людей мелочи. А для тех, кто оказался в непростой ситуации, жизненно необходимые вещи. Шесть семей, в которых воспитывается 18 детей, получили помощь от предпринимателей. Это мебель, какая-то утварь, принадлежности, которые позволят им и собраться в школу, и организовать более комфортно свой досуг. Такая практика для нас стала доброй традицией. Мы будем ее продолжать и впредь. Также традиционно Анапский Центр социального обслуживания населения организует сбор вещей и продуктов в рамках акции «Подари тепло». А в конце августа каждый, кто приходит на школьный базар, может приобрести любые принадлежности, которые распределят среди нуждающихся. А уже на днях предприниматели организуют поход в парки отдыха для более чем 50 юных анапчан. Анапа вошла в первую тройку городов России по качеству работы служб ЖКХ. Эксперты портала «Домофон.ру» провели масштабное исследование по качеству работ служб жилищно-коммунального хозяйства в 150 городах страны. Анапа получила одну из самых высоких оценок, заняв третье место во всероссийском рейтинге. В рамках исследования жителям предлагали оценить по 10-бальной шкале качество отрасли ЖКХ в их городах. В итоге анапские коммунальщики получили оценку 6,9 балла. В прошлом году результат был 6,6. На втором месте с оценкой в 7 баллов – Абакан. На первом – Нижневартовск с результатом 7,3 балла. Столица Кубани – Краснодар на десятом месте с оценкой в 6,4 балла. Во многих городах жители оценили качество услуг жилищно-коммунального хозяйства и вовсе как неудовлетворительное. Добавим, что ранее этим же порталом было проведено ещё одно масштабное исследование по комфортности проживания в российских городах. Анапа возглавила рейтинг. По мнению жителей, именно наш курорт – самый благоприятный для жизни среди всех городов России. Портит почву, вредит урожаю и заставляет людей плакать. Всё это амброзия. В Древней Греции её считали пищей богов, а сегодня она один из самых злостных карантинных сорняков. В Анапе сейчас период бурного цветения сорняка. Городская администрация бросила все силы на его уничтожение. Создана специальная межведомственная комиссия. Новый микрорайон Горгипия. Здесь амброзия заполонила более пяти гектаров земли. Межведомственная комиссия выехала на место по обращению жителей. В ход пустили тяжёлую технику. Был выявлен собственник данного земельного участка и было ему предложено в кратчайшие сроки провести работы по уничтожению данного карантинного объекта на принадлежащем ему участке. Собственник отреагировал вовремя, направил сюда тяжёлую технику, которая в данный момент проводит работы по уничтожению. Амброзия – один из самых агрессивных аллергенов, провоцирующий развитие бронхиальной астмы. Даже абсолютно здоровые люди, несколько недель вдыхающие пыльцу сорняка, могут на всю жизнь стать аллергиками. Но амброзия вредит не только человеку. Трава может уничтожить урожай и серьёзно навредить почве. Амброзия, помимо того, что она вызывает аллергию у людей, это растение, которое сильно источает почву. За вегетационный период для создания одного килограмма биомассы из почвы растение потребляет до 100 литров воды. Один килограмм биомассы – 100 литров воды. Порядка двух килограмм фосфора в действующем веществе. Ну и сами понимаете, соответственно, насколько истощается почва. На данный момент в муниципалитете амброзии поражено более 30 тысяч гектаров земельных угодий. Особенно остро стоит проблема в сельских округах. Поля недалеко от хутора рассвет. Здесь предприниматели сами обрабатывают территорию. Другим же комиссия регулярно напоминает об этой необходимости. А вот владелец этого земельного участка наказал себя сам. На трёх гектарах земли он высадил тыкву. После прошедших дождей амброзия активировалась. Но владелец вовремя не принял мер по её уничтожению. Буквально за неделю сорняк набрал такой рост, что теперь в его зарослях трудно рассмотреть даже трактор. Весь урожай погиб. В запустении остаются и участки, собственники которых в Анапе не живут. Комиссия их разыскивает, но на это уходит время. Очень много земельных участков на территории муниципального образования приобретены в собственность или в аренду лицами, не проживающими на территории города, города-курорта. То есть найти собственника приходится на это тратить очень много времени. Но, тем не менее, в любом случае собственника находим и обязываем наводить порядок. В том случае, если реагируют неадекватно, то есть не воспринимают все наши замечания, в этом случае формируется пакет документов, и непосредственно которые направляются уже в службе, которая составляет протокол административного правонарушения, то есть накладывать штрафы. В ближайшее время комиссия проинспектирует и другие сельские округа. Администрация обращается ко всем собственникам земельных участков навести порядок на своих территориях как можно быстрее, чтобы сберечь урожай и сделать воздух чище. Руслан Душевский, Анапа-регион. В Анапе при каждой гостинице могут появиться дополнительные автостоянки. Об этом рассказали в отделе ГИБДД. Задачу найти решение проблемы с парковками в Анапе поставил глава города Юрий Поляков. Вопрос стоит остро, особенно в разгар высокого сезона. Когда в Анапе единовременно прибывают сотни тысяч человек, все, кто путешествует на личном авто, удваивают нагрузку на дорожную инфраструктуру. Между тем, большинство гостиниц, кафе и магазинов строятся без учета парковочных мест. Вот и приходится автомобилистам и пристраиваться на обочинах, газонах или того хуже тротуарах. «Где знак парковочки? Способ постановки транспортного средства на тротуар где?» «Вы знаете, вот от гостиницы мне сказали, что парковок». «Государственный инспектор дорожного надзора, позиции документы ваши, разрешите». Этот тротуар в селе Витязево уже давно перестал быть пешеходной зоной. Возле кафе и гостиницы туристы вплотную паркуют свои машины. Кто-то, судя по светоотражающей пленке, на длительный срок. Согласно правилам дорожного движения, оставлять авто на пешеходных дорожках, автобусных остановках, перекрестках и на расстоянии менее трех метров от осевой линии строго запрещено. Однако собственников гостиниц, по-видимому, не интересуют, где и как должны парковаться их постояльцы. «Если куда вашим клиентам ставить данные транспортные средства, и когда они отсутствуют, что происходит? И где выходят люди у вас в гостинице, и куда им на проезжую часть необходимо выйти, чтобы идти?» «Да, здесь тротуаров нет уже». Конечно, их нету. Или просто за машинами не видно. Два-три парковочных места на 30 номеров. Такая ситуация почти в каждой гостинице. При строительстве предприниматели экономят на стоянке, предпочитая использовать площадь более рентабельно. В итоге проблемы получают город и его жители. По такому тротуару и в одиночку не пройти. Не то, что с коляской. Мамам с детьми приходится осваивать проезжую часть. «Нужно просто где-то парковки другими, или, я не знаю, тротуары какие-то выделять. Потому что дети идут, они же не смотрят. Только следить нужно». Глава города Юрий Поляков поручил создать муниципальную службу эвакуации для того, чтобы ликвидировать все стихийные парковки. В то же время нужно предоставлять людям альтернативу. Если мест под стоянку возле самих объектов нет, значит, нужно организовывать так называемые перехватывающие парковки. Глава города также поручил проработать этот вопрос. Отдел ГИБДД уже готовит предложение. «Собрать всех наших предпринимателей, провести открытое совещание и прийти к тому, чтобы человек, который приезжает на отдых сюда, на личном транспорте, чтобы у него уже было включено парковочное место, стоимость проживания. То есть человек приехал на 10 дней, и предприниматель, который предоставляет ему жилье, уже предоставил ему парковочное место. Не возле своей гостиницы, потому что мы видим в городе Анапа уже застройка настолько плотная, что у нас возле домов помещаются 2-3 машины». Каждый отель может арендовать любую свободную территорию под парковку и предоставлять своим постояльцам по-настоящему полный перечень услуг. От этого все только выиграют. В любом случае оставлять эту проблему без внимания нельзя, иначе такими темпами курорт скоро превратится в одну большую и хаотичную стоянку для машин. Ольга Родина, Ксения Сипко, Анапа. Регион. В детской школе искусств номер 2 завершается подготовка к новому учебному году. Там провели ремонт, улучшили систему безопасности и уже наносят последние штрихи перед приемом учеников. На стенах коридора на втором этаже еще нет картины дипломов. Ремонт завершили совсем недавно. Также привели в порядок пожарный выход. Здесь установили современные светильники с аккумуляторами. В хореографическом классе, где занимаются народными танцами, новое покрытие из натурального дерева. И также выполнен ремонт. А здесь буквально на днях закончили приводить в порядок паркетный пол. Чисто визуально мы же видим, что требует. И кроме того, есть педагоги, которые вовремя сигнализируют о том, что есть какие-то нюансы. Допустим, в танцевальных кабинетах покрытие должно быть определенного качества, иначе танцуется не так, как должно танцеваться. Поэтому, естественно, руководство принимает эти сигналы к действию и решает вопрос в летний период, к началу учебного года. Оценка готовности общая, нельзя сказать отлично, было бы не скромно, но хорошая, потому что, в принципе, педагоги выходят уже готовить учебные классы к тому, чтобы они были готовы полностью и оснащены, и разложены в инвентаре. Я думаю, к 16 числу в полном объеме, с картинами, с методическими пособиями, со всеми необходимыми предметами, все будет готово и будет ждать своих учеников 1 сентября. Контрафактный цемент выявляют на Кубани. Для этого созданы специальные рейдовые группы. Поводом стало обрушение несущих конструкций одного из недавно построенных зданий в Краснодаре. По словам специалистов, сегодня в крае участились случаи продажи некачественного стройматериала. А это, в свою очередь, не только вредит экономике Кубани, но и представляет серьезную угрозу здоровью и жизни населения. Вот так рассыпаются стены, в составе которых поддельный цемент. По мнению экспертов, сегодня в крае каждый второй мешок стройматериала контрафактный. Причем опасность приобрести некачественную продукцию есть не только на придорожных рынках, но и в крупных сетевых гипермаркетах. Последняя проверка показала, что только в Краснодаре в пяти магазинах торгуют фальсификатом. Характеристики материала, указанные на упаковке, по факту не соответствуют действительности, но есть и прямые признаки, указывающие на то, что товар поддельный. На контрафактном мешке с цементом отсутствует адрес изготовителя, производитель данного цемента. Кроме того, отсутствует сертификат соответствия, как на оригинальном мешке, где указывается его номер, срок действия, по какой он действует, и кто выдал орган, выдавший данный сертификат. Но упаковки должны присутствовать наименование марки и класса цемента, контакты производителя и знак госстандарта. Если информация неполная, лучше отказаться от такого продукта. Качественный цемент получается при смешивании карбонатных и глинистых горных пород или мергеля. Фальсификат состоит из различных примесей, таких как зола и шлак. Их состав может достигать до 60%. Такая смесь не способна выдержать давление стен даже в небольшом доме. Между тем, цемента, который производят в регионе заводы по технологическим нормам, достаточно, чтобы выполнить заказы всех стройплощадок края. Для нас очень важно сегодня, чтобы та продукция, которая производится, отвечала всем требованиям. И мы, к сожалению, не фиксируем сегодня факты наличия на рынке продажи строительных материалов продукцию некачественную, продукцию контрафактную, промышленную продукцию. Эти объемы оцениваются в порядка 25% от общего объема торгового цемента. Или в деньгах, например, наши предприятия теряют около 1 миллиарда рублей ежегодно. Но самое страшное, некачественный цемент может стать причиной обрушения зданий. С контрафактом сейчас борются на краевом уровне. В регионе создана специальная межведомственная комиссия, задача которой не только очистить полки магазинов от подделок, но и закрыть незаконных производителей. В Анапе установлен особый противопожарный режим. Это значит, что нельзя разводить костры, сжигать мусор и сухую траву. Особенно осторожным нужно быть на пикниках. Даже выброшенная бутылка или забытые очки могут привести к непоправимым последствиям. Одни из излюбленных мест для отдыха гостей и жителей муниципалитета – лесные массивы, граничащие с заповедником Утриш. Он уникален своими фисташково-можжевеловыми лесами, где обитают в том числе редкие и исчезающие виды животных. Такой лесной массив воспламеняется очень быстро. Для огня отсутствуют какие-либо административные границы. Петарды, фейерверки, пыжи от охотничьих патронов. Любой источник искр может стать причиной большого пожара. За нарушение правил противопожарной безопасности в зависимости от последствий предусмотрено наказание вплоть до уголовной ответственности. К сожалению, наши граждане бывают очень беспечными, находясь на территории леса. Ну а если говорить проще, то элементарно даже брошенное стекло, либо стеклянная бутылка может спровоцировать горение сухой травы. Солнечные лучи попадают на стекло, отражаются, идет уже сам процесс горения от сухой травы. В случае обнаружения огня на сухой траве или в лесном массиве необходимо обезопасить себя и близких, отступая перпендикулярно пути его распространения. При первой же возможности сообщить о пожаре по телефону 101 или 112. Далее информация о партнерах программы. Производственное предприятие «Меркурий-2» успешно ведет строительство многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительная компания приглашает приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Еще один наш партнер, тренажерный клуб «Витязь» предлагает привести в порядок фигуру по специальным сниженным ценам. Не упустите возможность. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anaparegion.ru А я с вами прощаюсь. До новых встреч. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Первая и вторая очередь уже сданы в эксплуатацию. Звоните 48300. Тренажерный зал «Витязь». Все виды тренажеров. Отдельный кардиозал, женский зал, школа бокса. И, конечно, настоящая спортивная атмосфера. Абонемент на месяц занятий всего полторы тысячи рублей. «Витязь». Анапа. Самбурово. 254. Мы делаем спорт доступным. Абонемент на месяц. 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 Абонемент на месяц.